Друзья, всем привет! Сегодня с Андрюхой уезжаем на рыбалку на Налима, на Волгу. Вот так, кто нас ищет, тут целая куча мотособака, палатка. Эта палатка, кстати, в Бибисторе пристали на тест. После теста можете приобрести у нас в группе по спеццене. Отправка по России бесплатно. Посмотрим, как будет ловиться рыбка, будет ли она вообще ловиться. Посмотрим палатку и решим, может быть, останется ночевка, а может быть и нет. Может, порыбачим часов до 12. Да, Андрюх? Да, все верно. После всех сборов заскочили к ребятам за закуской для Налима. В магазине встречаем нашего хорошего товарища Виктора. Думаю, вы еще не раз увидите его в будущем в наших рыбалках. Что нам надо здесь? Дендробена? Да, раз. Мне кажется, на креветку лучше всего берем. Да ладно, трещины карася возьмем. Купили креветок, червей дендробена и дохлых красил. Ну, Налима, какая ему разница. Вот, собственно, так. Погода у нас отличная. Вообще сегодня шикарная погода. Несильный мороз. Света вроде так пока не ощущается. Нету, вроде сильного. Вот, посмотрим, как будет вечером. Вот, я думаю, будет хорошо. Будет хорошо. Настрой боевой. Андрюха вообще висит всегда на оптимизме. Как, как, как тем ездим на рыбалку. Всегда оптимистичный настрой. Вот, пока клюет, все, все так же, да, оптимизм есть. Пока клюет. Вот, так что, я думаю, будет хорошо. Предновогодняя рыбалка, братцы. Предновогодняя. Вот уже еще, еще немножко и Новый год. Да, 10-9 дней осталось. Да, 10-9 дней осталось. Едем вдоль Волги вниз по течению Куйбышевского водохранилища через город Мариинский посад. Очень старый, кстати. Почитайте Википедию. И решили заодно заехать в столовую перекусить перед рыбалкой. С Андрюхой заехали перед рыбалкой. Обычная столовая, в общем. Взял солянку, полную порцию. Взял картошку с двумя котлетами. Меня просто так это удивило, слушай. И пицца, братцы, и хлеб, конечно. И за все это отдал 180 рублей. Не знаю, сколько стоит поесть у вас в городах, друзья, но я давно не встречал таких цен за полноценный вкусный обед. Вспоминаем, что забыли тюльку взять. Заходим в местный рыболовный магазин. Магазинчик правильнее, наверное. Все, видишь, как по-простому. Ну да. Вот холодильник для наживки, витрина с мормышками, блесну вот тут. В удочке и два шкафа с катушками и другими причиндалами около стены. В общем, максимальный минимум, который местных рыбаков, видимо, вполне устраивает. Для сравнения, круглосуточный магазинчик у дороги в Астраханской области, куда мы ездили на рыбалку, забит товаром полностью. А этот чертенок правильно выбор сделал, у кого рыбку клянчить. Единственное, на обратном пути надо было, но это не точно. В общем, тюльки у ребят не было, как и в другом магазинчике, куда мы заехали по дороге. Владельцы рыболовных магазинов. А где тюлька? В морпосаде, да? Где? 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 Какая погодка, братцы, а? Посмотрите, тишина. Сейчас налет выйдем, конечно, может не будет так тихо. Вон, Андрюха, по-моему, едет. Какой ты большой по сравнению с этой телегой. В этих местах мы были впервые, и судя по немногочисленным следам, рыбаков тут вообще немного. Практически на самом старте затруднительный промежуток, где я, кстати, выпал с санок. Но не страшно, не в тулупе же на рыбалку поехал. Андрей вытянулся вперед, уперевшись ногами в буксировщик. Видимо, такая развесовка, по его опыту, наиболее эффективна по проходимости. В остальном спокойно и без сюрпризов добрались до места. Так, братцы, в общем, мы определились с местом. У нас получается здесь вот мелячок, и свал идет примерно метров на 7-8 туда дальше. Тут течение бешеное, камеру сносит, она даже не поворачивается. Здесь метра полтора-два. Вот палатку мы решили вставить вот здесь. Правда, Андрюха? Ты мне поможешь поставить палатку? Я вообще палатку... Да. Так, смотрите, братцы, что по палатке? Вот в сложном виде у него длина 135 сантиметров на 20 на 20, да, по габаритам. Вес 6,7 килограмм. Вот, так. Так, там в комплекте что-то еще было, по-моему. Как? А, вот упали. Так, здесь у нас в комплекте идут вертыши и веревка. И веревка. Давайте сейчас попробуем поставить. Ну, как-то да, она должна, в принципе, ставиться достаточно просто. Вот так вот ее надо расправить. Так, все, 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 все логично. А, мешочек, мешочек здесь. Там держишь? Да. Так. Вот, и здесь. Вот так вот. А, еще одна стала, да, странная? Вот. Габариты у нас получается 1,8 на 1,8. Высота 2 метра. Вот, и точно. 2 метра. Так, что тут по-внешнему? Тут уже хуже. Это, в нее сходишь зайти быстрее. Так. Ты полный рост, да, там? Да. А у тебя какой рост? 2,50? 3 метра, 2,50. Вот. Значит, здесь что мы видим? У нас есть у палатки юбка, палатка однослойная. Материал Oxford 240D. Ну, в общем, во всех современных палатках используется такой материал. Он крепкий, воду не пропускает. В общем, все хорошо. Здесь у нас, вот это у нас вентиляция, это окошко, раз, окошко. А здесь тоже, также вентиляция, два окошка. А вот эта труба, это что, это снизу? Не кажется, знаешь, что? Что это такое? Вот это что такое? Мокру. Передавать соседу по трубе. Я думаю, что это тоже, скорее всего, под этот, подать подачу воздуха. Вот, ну и, соответственно, вертуши, да, мы их, наверное, попозже поставим. Вот есть специальное отверстие. Давайте, прошу, за мной, как говорится, да, смелее за мной в палатку. Так. Можно, заходи. А, смотри, вот кармашек есть, пожалуйста. Вот что-то положить можно, да? Так, есть. Вот здесь, смотрите, кстати, сразу бросается в глаза. Это, вот этот вот материал, дополнительно, который упрочняет вот эти вот места, чтобы здесь ничего не рвалось, вот в этих соединениях, да? Кстати, обычно самое самое. Да, это какое-то, что это такое, я не знаю, какой-то ремень, то есть прям очень плотный, плотный этот материал. Так. Ну, в общем-то, и все. Ну, я бы, конечно, вот сюда добавил какой-нибудь крючочек, да, чтобы можно было повесить, повесить фонарь. А так, очень приятный свет за счет вот этого, да, оранжевого верха. Слушай, а еще окна тут положено, чтобы солнце заходило сверху. Тебе очки еще желтым цветом отдают, наверное. Ну да. Юбку поправь, Андрюх, вот эту, с этой стороны, вытащи ее. Вот, братцы, вот так вот можно бурить прям в палатке, потому что, смотрите, какая высота хорошая. Ну вот, сразу его сделать. Здесь мы сделаем пару лунок, вещи вот тут вот разложим. Вот так вот. Вот так вот. Раз и раскладывается вообще легко. Я думаю, так же складывается ее, тык-тык-тык, со всех сторон. Она с зонтиком сложилась, все. Вот, братцы, так что. Сегодня мы будем для рыбалки ее использовать, поэтому, если вас заинтересует эта палатка, то можете купить по ссылке в описании у нас в группе с хорошей скидкой, так как один раз БУ. Вот, доставка по России бесплатная. Сейчас мы ее поставим, на Налиму пару поставушек. Пойдем на Миляк, посмотрим, может, Акушка поищем, может, еще там какая рыбка будет. Так, вот это, кстати, надо побольше лучше поставить. Вот. И вечером еще, наверное, попробуем судочка. Здесь место такое вроде неплохое, на первый взгляд. Что-то, по-моему, креетка у меня мелковата будет для такого большого кучка. Ну, я вижу, я сразу, ну, такого, Налима матерого. У нас, конечно, таких нету. Я даже две креветки насажу. Две? По крайней мере, недавно знакомые ходили на карася и ни одной поклевки не увидели. А как поставил креветку, за пять минут две поклевки. Вот так вот. Мы сейчас вот одного вот сделаем. Черьез, смотри, ну, все. Просто прекрасно. Чтобы не утащил, надо так же сделать. Я шучу. Ну, дайте интригу, чтобы не утащил. У нас же здесь на Лиме-то вот маленькие. Пойдем к коряжнику посмотрим. Есть губина, вон ветки лежат. Бывает, когда буришь, рыба сматывается, потом опускаешь камеру, начинает потихонечку подтягиваться. Ну, в нашем случае нет никого. Похоже, точно. Нам бы, знаешь, Андрюх, прям коряжник-коряжник бы найти. Было бы нам поменьше. Что, или коряга-то была? Вот коряги. Ох ты, какой коряжник еще. Здесь, наверное, балансир опасно кидать. Ох ты. А красиво-то как зато. Все-таки коряги антураж добавляет, скажи. Слушай, где рыба-то? Давай-ка поближе попробуем, может, да? Вот она, наверное, глубина вообще не будет. О, испугался. Крысы плавают. Слушай, вода чистая. Слушай, почему рыбы-то нет, а? Идеальное место ведь. Странно, да? Такой коряжник хороший и нет. И ни одной рыбы. Рыба. О, окунь. Вот здесь можно покидать. Смотри, какое окошко красивое. Ага. Вот ты ему. Пять лет? Смотри, смотри, вытручился. Он какой-нибудь попутный, оказывается. Слушай, давай покидать. Давай дальше посмотрим, Андрюха. Просто метку поставить. Сейчас темнеет, мы ничего не найдем. Смотри, уже как плохо видно. Три раза. Ну, Дюха, ну опять тебя начинается. Три раза. Вон он, смотри. Бель. Пузо ты какая. Густерка. Нет, это сорожка, но окунь. Ну, какой размер у него, судя по камере, через камеру, смотри. Вон еще один, смотри. Окунь есть, можно окунь срубачить. Вот, 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 смотри. Вот это свал пошел в ту, значит, сторону. На свале, думаешь? Да. Ну, вот видите, братцы, как, какая интересная, какой интересный там рельеф. И сильные перепады есть, и коряжник есть, да? А рыбы практически нету. Значит, сейчас тогда как сделаем? Попробуем судачка. Я принялся активно бурить вдоль подсвалу, на глубинах от 4 до 8 метров. Ни одного удара или даже подъема рыбы в ухолоте так и не увидел. Как стемнело, мы забурились в палатку и начали ловить налима. А потому что ветра нету. Да, вообще сразу прям в ухоте нету. Надо было у Женька еще печку взять. И мы здесь вообще в шортах ходили. Сами поймать не можем, а смотрим кино, как другие ловят. Мы, короче, с тобой сейчас экспертами станем по налиме. Только поздно будет уже утро. Надо, знаешь, что? Закусить надо все-таки. Что-то хочется мне. Я чувствую, как мне хочется, хочется, хочется. Налима еще не поймала, уже есть. На ужин сегодня палка колбасы. Это не в кафешке в той две котлеты. Хорошо, что не просто палка, да? Со вкусом колбасы. Как я хочу уже похлевку увидеть, а? Почувствовать, увидеть, как хоть что-то. Да, правильно говорят, на рыбалке время летит как-то по-другому. В общем, где-то оно, знаешь, что до этого уже не так быстро не летело у нас. Это когда вот ты ждешь какого-то определенного времени. Мы же ждали темноты, в первую очередь, так ли? Ну, а сейчас ждем поклевки, и что? Нет, ну это уже другое. Тут уже как раз гербалка в основном. Клюнь, а? Ну, клюнь. Не, ну просто я хочу, чтобы разок бы клюнул. Ну, согласен, да. Кто не хочет, вот скажи мне сейчас. Я не хочу, да, сижу. Ты же такой, я не хочу, ну нафиг сейчас посижу, до двенадцати и спать поеду. Может, может, так надо же, вот. Ты не хочешь, а он клюет и клюет. Думаю, не сидится. Тебе назло. Может, добавить это, насадки, я не знаю. У него же рот большой? У Нарима-то. Кусама. Может, побольше. Своя башка раскрывается, наверное, да и все, у тебя жал торчит, кстати. А тебя там, наоборот, некоторые насадки. Насаж. Хрен бы с этим жалом-то. Че? Че, плохо, что ли, что жал, да, че-то? Там бы наоборот оставляли. А с другой стороны, кто-то мне говорил, жал надо прятать всегда. Ну, смотри, все же прикольно. Кончик червя, насади на жало. Кончик червя? Да, насади, спрячь жало кончиком червя. Давай, хорошо. Хорошо. Поймаю, да? Однозначно. Поставушки болтят. Ох ты. Что? Прям видел, вообще, как палка вернулась. Выключи его, а. Че? Давай, ты че-нибудь другое может. Ну, подожди, смотри, как ловят. Что-то он прям этот, я уже по-черному завидую ему. Хоть бы один кто-нибудь выложил, что ловил, ловил и не поймал. Рима на стук. Люди ездят, когда мы тропы ищем, они на свои встали прощать. Да. Ой, 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 ой. Так, блин, ты че, сидишь, сидишь, резко, раз, и уснул. Вот как раз я такого не могу. Единственное, что мне не понравилось тут. Опа. Да ладно. О. Да ладно. Да ладно. Первая поклевка. Слушай, не торопись, не торопись. Не тороплюсь, не тороплюсь. Неужели я прямо с тебя рад? Подожди, да дай-ка я вытащу-то. Да, да, да. Слушай, прикол. А я так интенсивно сейчас стучать начал. Слушай, он может лунку не болит. Бежи, бежи, бежи. Ооо, Андрюха, Андрюха. Вообще класс. Все. Все, рыбалка удалась. Да. Братцы. Не зря мы, не зря мы видео смотрели весь вечер, да? Случительное видео. Смотри. Смотри, смотри, какой он. Сударь здесь, он же повис, да? Просто повис. Нет, 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 я там с ударом взял. Он ударил? Да, 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 с ударом. Рыба тебя любит. Братцы, первый долинчик. Так, наживка у нас стояла креветка и червяк дендробена. Вот так. Ну вот смотри, да, мы с тобой буквально в метре друг от друга. Ну она предпочла тебя. Да, потому что у меня там есть червяк. Еще. Наверное. Ты сейчас как эксперт любит? Я теперь все, да, да, да. Сейчас мне можно сказать, как стучать, как ловить. А ты заметил, кстати, многие рыбаки, когда начинают ловить, там больше остальных. Такие все важные эксперты. Надо стучать вот так вот, понял? Ну тоже он опять же за краешек, ну то есть не так уж глубоко заглотил. А знаешь, почему ты поймал мое мнение эксперта? Давай. То, что ты жало спрятал кончиком этого червя. Да, с почином тебя точно, можно сказать. Он на стук подошел. А ты постоянно стучал, получается, да? Да, да, да. Я стучал, я так вот раз стукнул, чуть-чуть начал принимать. Кто-то повис. Ну, нет, он такой ду. Мне, конечно, не сильно плюнул, но что-то было. Время в хорошей компании и за любимым занятием летит незаметно. Пробовали насаживать карася, верхоплавку, червя. Червя и карася, червя и верхоплавку. В общем, комбинировали как могли и умели. Но на лимк левать отказывался. Чуть позже разожгли небольшой костер, посидели, поговорили. Вокруг ни души, и только заяц, следы которого Андрей распоздал. Пробегал мимо палатки, пока мы были в ней. В час ночи мы решили закончить рыбалку и начали собираться домой. Я вспомнил того черного кота в магазине. Ведь если бы тюлька у них тогда была, кот без ужина точно бы не остался. Всем хороших рыбалок, друзья. Берегите себя и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин